Привет! Пока двигаюсь в пробке, решил немного порассуждать, почему я работаю в Яндекс, порассуждать, рассказать вам, почему я работаю в Яндекс, какие у меня дальнейшие планы и что меня привело в Яндекс, в принципе. Начну, пожалуй, с того, что привело меня в Яндекс, как я вообще в Яндекс попал. Работаю я в Яндексе уже 5 лет, последняя моя работа до Яндекса, это была работа сезонная, так скажем, в парке Горького, в одном из летних кафе я был управляющим, но в парке работа, вы понимаете, сезонная, то есть с марта месяца примерно, начиная, когда уже тепло, до сентября конца, и то есть зимний период, уже нет работы, не работаешь ты, ждешь следующего сезона, и я узнавал все там у знакомых про Яндекс.Такси, узнал такую тему Яндекс.Такси, тогда оно только зашло, то есть это был, какой, 19-й год, а Яндекс зашел в 16-м, совсем немного, еще мало людей, кто пробовал, кто работал, я узнавал там, что, сколько можно заработать, ну, такие вот, кто-то так говорит, кто-то это говорит, ну, и сейчас я понимаю, что пока ты сам не поработаешь, ты не поймешь, сколько, вообще, как работать, как заработать ну, и я начал пробовать, на тот момент я катался на Subaru Forester, на Subaru, конечно, такое себе удовольствие таксовать, потому что расход на бензин хороший такой, так как постоянно, да, 4WD работает в общем, я начал таксовать на Subaru, тогда это была редкость, так скажем, в основном, да, Grand'ы катались, то есть, редко увидишь какую-нибудь брендированную машину, нестандартную, да, типа Subaru, что сейчас уже неудивительно, сейчас уже каких-то только брендированных нету, и Subaru, и Prad, и Delic, и все, что только можно, любая, по-моему, машина, можно найти с брендом Яндлс, вот, и я начал таксовать, то есть, сезон закончился, работа закончилась, я начал пробовать таксовать, и как-то мне начала тема заходить, тогда я не состоял ни в каких группах каких-то, кто бы меня научил, да, подсказал, я с Юсуфом, да, переписывался до этого, по-моему, что-то я спрашивал, потому что я смотрел его ролики и учился, ну, то есть, смотрел, как работать, как зарабатывать, сколько можно зарабатывать у Юсуфа, вот, это мой учитель и по такси, и по блогерству, кстати, он очень много помог, подсказал по блогерству, по этой части тоже, вот, и я начал пробовать, выходить на линию, таксовать, и мне начала заходить эта тема, то есть, я увидел, что есть заработок, условно говоря, там, если я в парке за день, да, там, заработал 10-15 тысяч, то я смотрю, выезжаю, смотрю, о, двадцатку можно сделать, и мне такой азарт какой-то появился, то есть, здесь фиксировано же нету, что ты вышел на линию, там, день отработал и заработал, там, 10 тысяч, да, здесь все зависит от тебя, как ты будешь работать, сколько ты будешь работать, и поэтому я такой, о, есть стимул, короче, двигаться, и я начал работать, начал рано утром выезжать, по-разному, и достаточно неплохо получалось, после, но расход, так как на субарике был большой, я установил газ, конечно, установил газ, и на газу, конечно, еще лучше стал, то есть, я втянулся в таксовку прямо очень сильно, мне понравилось, и до сих пор я работаю, расскажу, почему, многие, например, считают, что в такси заработать невозможно, что в такси идут работать какие-то тупые, необразованные, ленивые люди, да, они идут в такси работать такие, но они здесь долго не задерживаются, в такси зарабатывает умный человек, трудолюбивый человек, самодисциплинированный человек, вот эти люди в такси зарабатывают, в такси, на самом деле, не так просто работать, как все думают, а, что там, взял человека, крутишь баранку едешь, думать ничего не надо, здесь, как раз таки, надо думать очень много, чтобы заработать деньги, нужно думать, нужно правильно выбирать места, районы, заказы, в конце концов, правильные направления маршрута, куда ехать утром, в какую сторону ехать вечером, и так далее, очень много нюансов для того, чтобы работать и зарабатывать в Яндекс.Таксе. А те, кто приходят и не думают, или там катают все подряд, да, я, кстати, по первости тоже катал все подряд, потому как сказал, что не было никаких, ни груд, ничего не было, я катал все подряд, и это оказалось для меня, кстати, большим-большим плюсом, я всем советую, кто только захочет попробовать и начать катать все подряд, потому что таким образом ты изучаешь город, ты изучаешь улицы, ты изучаешь районы, ты понимаешь, в каких районах выгодно работать, в какое время выгодно работать, и все в этом роде, то есть ты ощущаешь все у себя на шкуре, не так, как некоторые, вот у меня многие, да, в комментариях там или в личку пишут, и всем нужна какая-то волшебная таблетка, типа, а в каком районе лучше работать, а в какое время лучше выезжать, ребят, такси это дело индивидуальное, то есть вы должны попробовать ощутить на своей шкуре, выехать сегодня утром, завтра в бед, послезавтра вечером, покатать в этом районе, в другом и понять, какое время для вас удобней, какой район для вас выгодней, и все в этом роде, то есть вы должны это, прийти к этому самому, волшебной таблетки не существует, я не могу вам или там сделать какие-то курсы, или сказать, так, все выходим вот в это время, катаем вот в этом районе, и так далее, и так далее, и с этого толку ничего не получится, ничего не будет, и трудолюбивые люди должны быть, трудолюбивые и самодисциплинированные, потому что здесь начальства нет, руководства нет, то есть это, возвращаясь к плюсам, и почему я в Яндексе, то есть меня сейчас, даже, наверное, если будет за П миллион, я не пойду ни на какую работу, ни вот ни за что, если, конечно, приспичит и не будет другого выхода, то безусловно, да, но если будет выбор между такси и работой какой-нибудь за миллион, то нет, я откажусь, потому что здесь я тоже столько могу зарабатывать, я не имею графика, я могу выехать в 5 утра, могу немножко поспать в 8 выехать, могу в ночь выехать работать, вообще не важно, выезжаю работать, я не привязан к работе, что-то случилось, или куда-то надо, или по делам отлучился, я просто выключил таксометр, вышел с линии, все, и поехал по своим делам, на какой-то работе ты, если у тебя там, не знаю, что-то срочно надо, ты не скажешь, так, начальник, я пошел, этого ты не сделаешь, никогда, здесь также живые деньги, постоянно на руках у тебя живые деньги, есть, конечно, и минусы, типа пассажиров неадекватных и тому подобное, но полярности притягиваются, так скажем, то есть у меня за 5 лет, слава богу, не было какого-то прям очень жесткого конфликта с пассажирами, или там драки, или чтоб там меня кинули на какую-то крупную сумму, такого, слава богу, не было, надеюсь, и не будет. А в других группах ребят послушаешь, бывает там, что у одного там чуть ли не каждый день, например, там то кинули на бабки, то подрался, то еще что-нибудь, короче, то есть здесь, наверное, зависит тоже от человека, но я человек достаточно спокойный, неконфликтный, если что-то начинается сразу на берегу, то есть я вижу, что пассажир не в адеквате, я сразу откажу в поездке, либо я, если вижу, например, что там несут какое-то пьяное тело, один другого держит, я молча уеду, я не повезу этот заказ. Во-первых, это может привести к конфликту, во-вторых, это может привести к порче салона, так скажем, да, заблюют или еще что-то, поэтому я, мне проще молча уехать и все, и не вести никакие разборки, разговоры типа, отмените заказ, я вас не повезу. Поэтому здесь, наверное, тоже от психологии человека зависит, от самого человека. И, слава богу, у меня каких-то конфликтных ситуаций не было, буквально там, не знаю, вчера, да, далеко не ходя, там, к магазину я подъезжаю, заказ с магазина домой. Можно, конечно, да, можно предположить, что человек с продуктами набрал продуктов и едет домой, но люди по-разному набирают, кто-то зашел, бутылку молока купил, кто-то пакетами тележку напусит. Я остановился на точке, подходит женщина с двумя пакетами, стучит мне в окошко, типа, багажник показывает. Окей, без проблем, я вышел, открыл ей багажник, хотел помогать уже с пакетами, на что она начала возмущаться, что, приехал, сидишь там, не экстрасенс, я не знаю, что, кто придет с пакетами. Ну, тебя же сюда вызывают в магазин, что, и, короче, что-то ее понесло, и я такой, она уже два пакета своих в багажник поставила, я такой на него посмотрел, молча, вытащил пакет из багажника, кинул ей обратно в тележку, говорю, вызывай другое такси. Сел и уехал. Все, зачем мне такой конфликтный пассажир, чтобы она мне там, хоть и поездка на 5 минут, но трахала мне мозги эти 5 минут? Нет, мне этого не надо. Чтобы она мне понизила рейтинг? Нет, мне этого тоже не надо. Поэтому мне проще уехать, постоять 7 минут, 10 минут, да, отменить заказ и поехать работать с вас спокойными нервами дальше. Это вам как лайфхак. И поэтому каких-то конфликтных ситуаций, наверное, у меня не было. Вот одна из самых известных, которая на YouTube много-много просмотров набрала, это вот эта девушка, которая, там с переводом была проблема, что она не по номеру телефона, я ее видите ли сказал, а по номеру карты. И там понесли ботинки Митю. Мне, кстати, недавно звонили с Яндекса, буквально на прошлой неделе позвонили с Яндекса, это типа служба безопасности, типа вы везли пассажира и выложили в интернет, короче, поездку, типа разговор с ним. Я говорю, ну да, возможно, было такое. Я говорю, ну типа, а подробности, типа когда? Подробности не это, мы не можем разносить, примерно год назад было. То есть, блядь, год назад я пассажира какого-то вез, и может быть сейчас он себя увидел в YouTube, да, и позвонил, пожаловался, вот делать нечего. Вот такие, а, в общем, они сказали, если, ну типа, такого делать нельзя, если типа будет такое, мы вас заблокируем, ну хорошо, на самом деле. Вот. Вы, конечно, можете, многие, кто следит за мной, написать, что ж ты там зарабатываешь в Яндексе, если ты что-то туда-сюда, бизнес, не бизнес, комфорт плюс, и сейчас на какой-то приори катаешься там, на механике, на выкупе. Да здесь дело не в Яндексе, я вам скажу, здесь дело далеко не в Яндексе, просто, наверное, какая-то черная полоса в жизни. Уже годика так два, потому что там, ну разные ситуации были, там я купил, занял денег, купил жене машину и развелся с ней, да, а деньги-то как бы остались. Форика там не продал, отдал на выкуп, не продался, вот. В ДТП я попал там с Субариком, потом просрочка по кредиту была, и этого Субарика я отдал в банк, соответственно, да. На аренде достаточно долгое время катался, а на аренде работать тяжело, на аренде, конечно, ты не заработаешь и не накопишь, потому что ценник иконский, а я еще, как дурачок, снимал бизнес-машины, да, там по 20 тысяч в день нужно отдавать, представляете, да, то есть 20 тысяч нужно отдать, плюс-минус на 5 тысяч заправиться, а потом ты уже себе что-то заработаешь, там, конечно, ты ничего не накопишь. Потом взял я Camry 10, с которым мне крайне не повезло, конечно. Через небольшое время после того я взял, стуканул движок, провернул вкладыш, поставил на капремонт, сделал все как положено, но там был один нюанс, нужно было заменить, оказывается, масляный насос, такая вот хитрость есть именно в этой модели, такая болячка, что если масляный насос, типа, не меняешь, он херовый, качает до третьего, там, в это вот вкладыша не доходит, и его проворачивает. Да, первый раз его провернуло, и второй раз тоже его провернуло, то есть через два месяца машина встала опять на ремонт, и она до сих пор там стоит. И я взял вот эту приору на механике, у знакомого на выкуп, благо он помог, спасибо ему большое. Вот, поэтому здесь Яндекс никак не виноват, это вот какое-то стечение обстоятельств. Опять же, вот, взял приору, буквально вот в начале этой недели, порвался у ней ремень ГРМ, и, блядь, погнуло клапаны, вот здесь гнет клапаны, оказывается. Все, попал я опять, наверное, на деньги, на ремонт. И о чем может идти речь? Что ты фаришь, дурачок? Куда ты едешь, блядь, дура? Такие вот дела, поэтому Яндекс здесь ни при чем. Я знаю людей, и даже не одного человека, а нескольких, двух, трех, которые поднялись именно на Яндексе, которые начинали там с эконома, например, да, а сейчас катают уже бизнес или ультиму катают. Есть такие у меня, среди моего круга знакомых, близких знакомых, есть такие люди, которые с эконома дошли до бизнеса, до ультимы. Кто-то построил дом, кто-то еще что-то сделал, то есть Яндекс дает зарабатывать, только работать. Вот и все. Так что, не знаю, я вижу очень много плюсов в Яндексе. И те, кто говорят или думают, что в Яндексе зарабатываются какие-то копейки, какие-то гроши несчастные, что таксисты самые бедные, нищие, да, ребят, вообще, таксисты всегда были самыми обеспеченными людьми, даже в предсоветском союзе. Вы спросите там, не знаю, своих старших родителей, друзей, что таксисты всегда были в почете, всегда у них были деньги, это престижно всегда было. Потом что-то пошло не так, да, наверное, в 90-х, бомбил вот это, и все вот это подпортило репутацию. Но вроде как сейчас более-менее этим останавливается. Тем не менее, у некоторых людей осталось такое, фи, пренебрежительное отношение к таксистам. Ну, ладно, все не так думаю. Такие вот дела, поэтому, ребят, я работаю в Яндексе, какие у меня дальнейшие планы. Но на работу куда-то выходить я точно не собираюсь. Если это будет связано с такси, то, естественно, это свой таксопарк. Очень важная информация для водителей такси. Слушай внимательно. Я, как и другие водители, все не мог разобраться с ИП, как все это работает, перерыл весь интернет и не нашел нужную информацию. Хорошо, что теперь таксопарк ЯПартнер берет весь этот головняк на себя. В офисе ЯПартнер вам помогут открыть ИП, будут вести бухгалтерский учет, подскажут налоговый режим и все вопросы по ИП берут на себя. Ну и самый большой плюс. Никаких проблем с выводом средств с парком ЯПартнер. Деньги вы можете вывести круглосуточно в любое время. Всем своим коллегам я скажу, больше не нужно бояться ИП. Все вопросы по ИП берет парк ЯПартнер. Что может быть еще выше? Не знаю. Ну, пойти работать в Яндекс сам? Нет, я не хочу. Работа это не для меня, начальство, руководство и все-все остальное. Это я не хочу. Там, в офисе еще что-то делать, я не знаю. А свой таксопарк, да, прикольно. Хотя сейчас уже все меньше и меньше, да, кто-то ИП там открывает, ну, тем не менее. Ну, и есть в планах бизнес. Направление общепитовское, потому что это моя тема, это я знаю эту кухню всю. Она, конечно, немного неблагодарная, но тем не менее. Поэтому такие вот планы. Но сейчас главное, чтобы закончилась эта чертная полоса, да, вылезти из этого очка, из этой жопы. И тогда будет все прекрасно и чудесно. Яндекс мне нравится. Я вот даже, когда Камри на ремонт встал на первый раз, там, неделю где-то я ходил без работы. Ну, то есть не таксовал и смысл там брать на несколько дней в аренду машину. Я листал там Headhunter, да, смотрел какие-то профессии, по которым я работал, по которым бы я мог устроиться на работу. То есть это там, например, сварщик, постройки, что-то любое, да. Ну, не любое, ну, там, я не знаю, отделка, картон, кафель и тому подобное. Что-то по стройке работать, либо по поварской, да, по ресторанам, либо на СТО куда-нибудь устраиваться. И все вот эти вот варианты я пересмотрел. Потолок, потолок 400-500 тысяч зарплата. Да нафиг мне такая работа? Зачем? Вот сейчас включили мой район. Не знаю, в моем районе 30-ка, свободно не напрягаюсь. Зарабатываешь чисто. Поэтому, ну и зачем мне там какая-то работа? Это лично сугубо мое мнение. Субъективное мое мнение. Кто-то, может быть, думает иначе. Кто-то согласен со мной, кто-то не согласен. Это ваше право. Каждый имеет право на свое собственное мнение. Я рассказал вам свое собственное. Поэтому я работаю в Яндекс. В общем, пишите свое мнение в комментариях. Что вы думаете по этому поводу. Кто за, кто против. Кому нравится в Яндексе, кому не нравится. Кто считает это днищенским. И тому подобное. Пишите. Пообщаемся в комментариях. Спасибо, что посмотрели. Всем всего хорошего. Пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok